Ребятушки, всем привет! С вами Мухенсенс77. Сегодня очередной ролик у нас по тактикам. Сегодня с вами разберем тактику 4-4-2. Слишком часто она мне попадалась в предстоящий викинг. Довольно интересный партнер ей играли. Тяжело было с ней справляться, поэтому решил узнать вам видосик с настроечками. Не забываем ставить лайкосик, подписываться на канал. Берем чаеху, кофееху, кто что покрепче и вперед к просмотру ролика. Ребятушки, сразу переходим к настроечкам 4-4-2 тактики. Защитный стиль прессинг при неудачной обработке. По всей ширине у нас с вами 50, а глубина 60. Розыгрыш мяча. Длинный пас. Голевые моменты сбалансированы. По всей ширине 60. Игроков штрафной 6. Угловые штрафные ставьте как хотите. Сразу же говорю, это тактика и схема. Схема с этой тактикой для отыгрыша. Не для того, чтобы удерживать мяч, а для того, чтобы играть агрессивно для агрессивной игры. Значит, розыгрыш мяча мне понравился длинный пас. Голевые моменты мне понравились сбалансированы. Можете их линкануть. Длинный пас, прямые пасы. Если чуть-чуть вам где-то что-то будет не заходить, можете также оставить длинный пас. Но попробовать уже забегания, чтобы стили открывались, а не совсем по-другому. Но, в принципе, это смотрится все на балансе. Довольно-таки интересней. Ну, можете попробовать, потому что прямые пасы забегания, они более агрессивные. Более кому-то нравится больше, когда игроки открываются. Не всегда всем подходит, как двигается ваша команда. В общем, если вам не нравится, как двигается ваша команда, именно в атаке, не нравится, как они открываются, как-то все непонятно. Тестите забегания, тестите прямые пасы и изначально, соответственно, пробуете на балансе и смотрите. Если вам нравится на балансе, оставляйте на балансе и райте дальше. Переходим к указаниям игроков. Значит, как всегда, ребятушки, по традиции с Донорума выходить на навес и играть последнего защитника, потому что слишком сильно затрата наша линия, поэтому делаем так. Центральные ничего не трогаю. Левый и правый защитник оставаться сзади при атаке забегания. Если вы чувствуете, что вам не нравится, что ваши левые и правые защитники слишком быстро убегают, вы не хотите, чтобы они оголяли эти зоны, тогда вы просто ставите смешанную атаку и ставите оставаться сзади при атаке. И знаете, что у вас 4 защитника сзади, никто никуда не подключается, но для более агрессивной игры мне нравится именно с подключениями, потому что можно прокинуть, закинуть, перебросить. То есть смещаешься левым или правым полузащитником в центр, за это время у тебя за спиной начинает двигаться правый либо левый защитник, все зависит от фланга, вот. И вы даете ему передачу, где он либо простреливает, либо подает. Я люблю играть именно так. Едем дальше. Значит, левый, два, левый центральный полузащитник и правый центральный полузащитник. Значит, оставаться сзади, ждать у границ штрафной и закрывать центр. Почему даю ждать у границ штрафной? Для того, чтобы они не летели вперед туда, в штрафную, не замыкали, ничего. Потому что если их ставить на балансе, они будут вперед убегать. Мне надо, чтобы они доходили до штрафной и контролили зону, опорную зону подбора, так сказать. После того, как, если вы там подадите, прострелите, ударите мяч, отскочите в серединку, как раз эти два парня должны забрать этот мяч. Вот. Ну, если вам это не нравится и вы хотите, чтобы кто-то, один из ваших полузащитников, который более атакующий, подключался к этой атаке, вы, значит, ставите здесь ему баланс и здесь также даете баланс. Ставите поддержку в атаке баланс и поддержку при навесах также баланс. Будет он подключаться и будет у вас еще больше, как бы, возможности все это дело заиграть. Но мне именно нравится, когда все именно сбалансировано. Едем дальше. Левые и правые полузащитники получают забегать за защитников и замыкать навесы в штрафную. Если вам, опять же, кажется, что ваши полузащитники менее пассивные и хотите от них большего, для того, чтобы они больше двигались, больше забегали, больше атакующих действий, левому и правому вкатываете еще к вот этим, вы им даете врываться в штрафное указание, и они будут у вас еще больше заточены под атаку. Ну, в принципе, они вот так неплохо смотрятся. Едем дальше. Криштиану Роданду, Айби Депеле, оставаться в центре, забегать за защитников. Оба нападающих получают такие указания. Опять же, если вам не хватает, что вы хотите, чтобы у вас один из форвардов играл на тяжки, да, что же мы тут тогда делаем. Вы можете, в принципе, оставаться сзади, забегать за защитников и... Где она? Нет, не то. Поставить... Оставаться впереди одному из ваших форвардов. Вот. Оставаться впереди, а другой будет, который на базовой помощи в защите, он как раз будет играть на тяжечке у вас. Вот. Так что попробуйте. Опять же, если вам не будет хватать широты, и вам кажется, что слишком узенько, все это примитивненько, хочется широты дать на нападающего куда-то во фланг, тогда здесь ставите не оставаться, а сбалансированную ширину, для того, чтобы они у вас еще открывались во фланге. Но мне больше нравятся именно вот такие настроечки, потому что вроде все как сгруппированы, сконцентрированы, и двигаются постепенно, всей командой довольно-таки интересны. Так что пробуйте. Я думаю, у вас должно все получиться. Главное, отпишитесь, скажите, зашла, не зашла, чтобы я понимал. Ребятулечки, я надеюсь, вам понравился видосик. Не забываем ставить лайкосик, подписываться на канал. Я надеюсь, вам эти тактики помогут, вы сможете хорошо играть, приносить результат. Пишите свои идеи, пишите в комментариях. Заходят, не зашла, будут также идеи, чтобы вы хотели видеть какую-нибудь новую рубрику, либо из старых рубриков, хотели бы видеть на моем канале. В общем, всем удачи в предстоящей уикенд лиге. Всем спасибо, всем пока. Увидимся либо на стриме, либо в следующем видео.